здравствуйте приветствую вас дорогие коллеги но сегодня мы поговорим о коррекциях эмоциональных нарушений детей дошкольного возраста я прошу вас быть активными в чате задавать вопросы может по ходу мы будем наблюдать какие-то практические моменты смотреть что можем в моменте порекомендовать делиться своими практиками да будьте активны и мне будет приятно потому что я вас не вижу а так через ваши сообщения я вижу что вы здесь вам интересно и вы в теме ну что ж что такое поведение поведение это любое действие когда мы говорим о ребенке то ребенка это речь речь и состоит из таких составляющих как интонации когда он сердится вот и сердит и информ интонации или плаксивы здесь уже появляется его поведение его эмоциональные составляющие словесные выражения это ругательные слова это агрессивные слова или наоборот некое уныние с которым который указывает на то что ребенок не справляется с той ситуации в которой он находится движение движение бывает произвольные непроизвольные иногда он вскакивает вздергивать себя у гиперактивных вот есть такие непроизвольные движения это могут быть тики это могут быть когда человек под ребенок берет и стучит ногой рукой куда-то вот крутится механистические такие движения они часто непроизвольные поведение его проявляется в действиях осознанных и аффективных когда он сознательный идет кому-то там навредить или наоборот сделать что-то приятное и аффективные когда он сидит играет кто-то его коснулся и бац он такая реакция сразу то есть эмоциональная настолько в моменте что он не контролирует свои действия и конечно же эмоции конструктивные деструктивные устойчивые и нестабильные мы это рассмотрим более подробно и будем также наблюдать как это можно решать не смотрите эмоции эмоциональное поведение может быть проявленным или заторможенность вот когда человек просто сидит и вроде бы заторможенная реакция его обижает нет реакции никакой там другие смеются а он где-то в своем мире этого заторможенность иногда это заторможенность бывает такая что все радуются он грустит или наоборот все грустят а он радуется и он не в теме он не в контакте с окружающей средой у него заторможенность у нее идет своя внутренняя работа которые не в не коррелирует с тем что происходит вокруг резкие перебады или стабильности вот у детей наиболее здоровых более стабильное эмоциональное состояние у ранимых детей резкие перепады бывают смотрите перепады это не только болезненное состояние но и специфика характера когда ребенок просто он чувственен эмоциональный эмпатичный иногда действительно это болезненное состояние которое требует лечения а бывает что просто особенность психики вот такая ранимость и стабильность конструктивные деструктивные эмоции конструктивные это мы считаем положительные деструктивными отрицательные на самом деле все эмоции все эмоции конструктивные реакции действия может быть деструктивной и есть еще такая вещь как основная фоновая эмоция когда мы в нормальном расположении духа мы радостны и есть вот этот фон радость счастье иногда в таком положении ребенку показываешь страшной картинке ой какой милый до или наоборот ребенок в депрессии показываешь ему красивую картинку там что-то страшное да то есть это его фоновое состояние фоновые эмоции бывает фоновые вот сегодня чуть-чуть поменялось из-за погоды завтра но в основном это стабильные фоновые эмоции которые присутствуют в течение долгого времени наша задача постараться вот чтобы это фоновая эмоция в любом случае была положительной в плюсе или хотя бы нейтральная но не агрессивная не пониженная каким образом это сделать мы посмотрим дальше сегодня я в работу поскольку мы смотрим коррекции эмоциональных нарушений то я классификацию возрастной взяла у владимира викторовича ковалева это был доктор психологических наук ученый который составил вот такую схему и он занимался детской психиатрией от 0 до 3 лет все эмоциональные волнения ребенка перед происходит не через какое-то агрессивное чувство эмоции так далее а скорее всего через болезни он болеет главный страх это она политической депрессии это депрессия расставания маленькие дети вы помните да когда мама выходят из дома он начинает реветь ему страшно ему страшно что мама его покинет вот этот страх потерпности покинутости и для ребенка маленького не имеет значения время он не понимает что такое время и в этом контексте конечно расставание для него серьезная вещь я даже не три года девчонки было 6 лет папа и был в соседнем городе и ночью не смог вернуться домой у ребенка температура поднялась 39 связь была очень большая с папой папа все нормально просто он позвонил сказал что он не может сегодня приехать у девчонки прямо вот температура выросла до 39 и папа приехал все нормально моментально спала то есть никаких других причин не было в основном дети этого возраста больше у мамы но в ясельках получается в яслях и уже есть эти дети именно с этим связано что у многих детей приходят они в детский сад и начинают болеть родители говорили пока дома были мы не совсем не болели а приходит в садик начинает болеть и все эти болезни простуды остальное суть проявления эмоционального вот это эмоциональной какой-то депрессии травмы которые он чувствует когда расстается с мамой что такое для ребенка расставание с мамой это незащищенность потому что мама защищает и он в какой-то степени живет в симбиозе с мамой и постепенное отдаление разделение сепарации идет постепенно могут быть судорожное состояние нарушение сознания соматические вегетативное состояние от четырех до десяти лет смотрите здесь и следующие два возраста идут в нахлёст от семи до от четырех до десяти и 7 12 то есть 7 10 совпадают ну что же здесь страхи связаны с негативизмом агрессии патологическое фантазирование что такое это дети в этом возрасте говорят нет не хочу и когда им запрещают проявлять свою самость они могут проявить агрессию и если есть агрессия то на другом конце есть еще и страдание чувство жертвенности жертвы если обычно психология как получается если есть одно пиковое состояние то где-то на том конце есть обратно пиковое состояние другой вверх вниз то есть это конце маятника такого конце качелей да вот таких патологическое фантазирование что это такое ребенок представляет себе в образе какого-то героя сказочного может быть поезда даже паровозика машины трактора когда это длится несколько часов это нормально но когда несколько дней ребенок входит в это состояние и не может выйти из состояния этого героя то это уже довольно серьезная такой звоночек при котором надо обращаться к специалисту других случаях что мы делаем мы можем его фанта фантазию начинает задавать вопросы вот от 4 до 10 лет это тот возраст когда можно спокойно задавать вопросы а где здесь правда и где фантазия например дети у меня были знакомые у знакомых ребенок приходит рассказывают в садике что там случилось рассказывает мы говорим в 2 до и он наблюдает за нашей реакции и видит что получает обратной реакции он начинает эту историю еще больше раскрывать так слушай слушай как хорошо о как интересно когда закончил закончил да а теперь скажи с какого момента ты начал фантазировать сочинять сказку смотрите не использую слова обманул ты начал обманывать с какого момента ты начал сочинять он останавливается задумывается поскольку его не осуждает а задают прямой такой совершенно спокойный интересный вопрос и даже могу сказать надо же у тебя такая интересная фантазия он говорит вот до этого момента все было правда а дальше уже фантазирование это не является патологии это просто творческие способности ременка развивается то есть с этим можно играть переводить в игровую ситуацию и можно вот в этом фантазирование вносить свою лепту чтобы привлекать те образы которые мы хотим в нем развивать а теперь представь что если бы было вот так 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 и что бы ты делал и как бы можно было то есть мы можем развивать сделать из этого целую сказка терапию тренируясь на нем развивать те качества которых у него не достает или они в каком-то отрицательном русле проявляются скажем негативизм апатия агрессия да можно сделать гипердинамический синдром это психомоторная возбудимость импульсивность и двигательная разторможенность вот sdvg то что у нас говорится вот об этом и есть речь смотрите владимир викторович умер 2008 году то есть вот то что он рассказывает эта терминология старого в современном на современной психологии могут быть терминологии разные но исторический факт это тот же самый это психомоторная возбудимость это по сути sdvg до гиперактивность детей и двигательная разторможенность это когда у них не хватает своей внутренней энергии они все истратили и теперь уже расторможенность семи лет поскольку дети идут в школу меняется атмосфера новое окружение и в этом возрасте родители меняют отношение к ребенку если до этого ребенка не было особых обязанностей то теперь он обязан учить и школа вмешивается в семейные отношения получается что школа становится врагом препятствием между родителем и ребенком и ребенок который был свет очей моих вдруг стал и что ты не сделал а почему а почему у меня учительница жалуется на тебя и так далее и так далее то есть вот эта тревожность может быть усилен наша задача сделать так чтобы вот этот переход был плавный и чувство ответственности было бы наградой а не устрашающим чем-то агрессия двигательная и двигательная раствор мощность усиливается вот в это время и аффективная возбудимость то есть вот когда моментально реагирует на какой-то стимул кто-то что-то сказал он сразу или обижается ребенок или дает сдачи причем ну довольно реакцию такую между стимулом раздражителем и реакции нет паузы механистический ребенок сразу же отвечает уже более в 12 лет на 10 лет начинаются строки связанные с внешностью у мальчиков у девочки нервная анорексия тоже переходы выстраивания организма тела часто и смел на настроении но мы сегодня будем рассматривать возраст до 12 лет хотя вот все эти упражнения то что говорится мы будем дальше делать они их можно использовать и в дальнейшем и вот так смотрите 80 90-х годах даже в семидесятых как что рекомендовали психиатры на чем отличается психолог от психиатра психолог лечит словом психиатр выписывает лекарства и параллельно словом в том числе так вот способы нормализации сна нормализации детей это аутотренинг нашим сегодняшнем лексиконе это медитация из чего состоит аутотренинг ребенок ложится и кто в начале кто-то говорит об этом уже он сам себе у меня тяжелая правая рука на расслаблено теперь левая рука нога левая правая я дышу спокойно и мои сердце длины нормальные и так далее идет полное расслабление лица всего тела при этом здесь на что обращают внимание нижняя челюсть должна быть опущена вот расслаблено и это дается расслаблено вот такое состояние по сути это медитация и в дальнейшем можно в этом состоянии находилась вот делали это и когда ребенок уже просыпается например во время дневного сна может воспитатель для того чтобы успокоить вот нервное состояние детей просто провести такую медитацию прочитать или включить запись где еще там фоновые какие-то звуки мелодии успокаивающие дышим спокойно расслабляется все тело дети успокаиваются и засыпают а когда просыпаются после сна вот такой настрой кстати я увидела мы не используем такого но было бы очень хорошо а состояние расслабленности до ремонт и спокойствие потери постепенно покидает вас вы чувствуете себя более уверенным вам хочется что-то делать мышцы наполняется кровью силой проявляется желание двигаться силой напрягаем руки и ноги дети напрягают в постели вот руки и ноги и отпускают ваши мышцы становятся упругим все тело как бы обдает прохладным ветерком если при засыпании мы его делали что твое тело теплое горячее до холодной водой я вы будто находитесь под холодным душем и дальше опирается головой и пяткой и поднимает животик что то есть они лежат на спине оперлись и ногой и все тело как пружина вытянулась можно сдержаться вот пару секунд вы натянуты как пружина и готовы к действию стали то есть это очень хорошее упражнение которое позволяет детям вот в игровой форме всем стать приготовиться к дню и они уже активные вот этот переход и можно здесь же сделать настрой какой настрой вот на границе сна и просыпания мы детям даем какие-то настрой мы добрые делаем хорошие дела у нас настроение хорошее или слова обида мы не используем а мы уверены в себе смелые таким образом получается настрой то есть вот это упражнение в детском садике спокойно можно использовать ежедневно найдите можете сами записать медитацию можете найти в интернете медитацию с записью для того чтобы всего лишь пять минут 35 минут и дети засыпают совершенно спокойно хорошо в чем здесь говорят фишка когда человек засыпает вот этот переход момент перехода меняются частоты головного мозга и в этом состоянии идет внушение внушение того что вы хотите о том что нам нужно внушить и ребенку чуть позже мы это посмотрим ему нужно внушить что он сильный что он справится что он может что он красив что его любит он защищен да вот самое важное что есть у детей в младшем возрасте для детей которые постарше школьников да уже они не спят днем но здесь тоже есть такое упражнение садятся на стол позе кучера позе кучера как это вот так скажите просто опустили плечи опять же челюсть опущена глаза полу прикрыты и вот они просто так висят и и можно сказать его вы расслабляете все тело расслабляется напряжению через ноги уходят в землю и потом вот такое самовнушение и потом потянулись успокоились когда это делается когда видите что дети очень сильно раздражены или уставши вот как называется медитация а я не знаю как называется медитация в интернете очень много вы послушайте сами подберете для своих детей вы можете даже сами записать аудио и включать или даже никакой записи просто говорите по ходу по ощущениям медитация начинает с того что мы расслабляем все тело руки расслабляются тяжелеют ноги тяжелеют лицо спокойно глазки прикрыты они успокаиваются щечки плавные растягивается все тело стекает вниз ну как-то таким образом и этого достаточно следующее упражнение которое рекомендует владимир викторович это квадратное дыхание он там не называет его таким но сейчас весь мир его знает как квадратное дыхание то есть в его описание ребенок берет свою руку считает пульс и на четыре удара он дышит четыре задерживает четыре удара выдыхает и четыре удара задерживается получается классическое квадратное дыхание то есть как мы делаем мы сначала делаем вдох вдох два три четыре пауза два три четыре почему я говорю 234 потому что вместо раз я уже словом сказала хотя вы можете сказать прям вдох раз два три четыре но чуть побыстрее потому что на начальных этапах ребенок не может так долго задерживать со временем можно замедлить этот счет но постепенно и смотрите у нас как идет пульс ведь пульс он медленнее секунды и быстрее секунды обычно ближе к этому но чуть быстрее и исходя из этого мы считаем вот делаем квадратное дыхание 8 12 циклов квадратного дыхания приводит в нормализацию наше эмоциональное состояние есть еще в чем например остаться без воздуха несколько секунд это хорошая тренировка для сердца для мышц сердца и сознание видит с одной стороны опасность что нет воздуха вот это кислородное голодание но потом мы спокойно вдыхаем и получается что опасность не такая серьезная то есть организм ребенка привыкает к тому что могут быть сложности но они преодолимы они не катастрофичны для ребенка он может их преодолеть и если сегодня что-то плохо то это не значит что это плохо всегда на дыхательных практиках формируется еще и опыт мышления некий который имеет в себе вот такое зерно плодотворное получается вот если все оформить форму что получается трехшаговая система исцеления психических нарушений у детей и взрослых то же самое это медитация расслабление плюс внушение дыхательная практика квадратное дыхание и аффирмации аффирмации когда ребенок говорит я красивый я сильнее все преодолею там какие-то стихотворные можно сказать дать детям говорить но современные дети часто очень начитанные они всякое смотрят и поскольку очень много рекламы и люди научатся не прислушиваются к рекламе и родители повторяют детям нужно доказательство что это действительно так и есть практическое доказательство и когда мы говорим что ты сильный а он внутри себя чувствует себя маленьким трусишка не верит в то что он сильный то что он сможет то что у него получится нам нужно практическое доказательство а дать ему какое-нибудь практическое действие связанное с этим оно должно быть преодолеваемым несложным он делает преодолевает и мы говорим видишь ты смог и мы фиксируем это практическое такое доказательство и осознанное допущение аффирмации что так может быть что так может быть вот с таким дополнением трехшаговая система исцеления психологических нарушений а дальше есть другие моменты на этом мы не завершаем раз фокусировка внимания вот часто используют например при заикании дети которые заикаются американцы понаблюдали что можно сжать руку в кулак в кармане они просто зажимают руку в кулак и в это время заикание каким-то образом проходит я делала по-другому у меня например занимались женщины и пожилого возраста и дети они я преподаватели вокала преподаю вокал и вот когда они поют и не попадает в ноты я даю им вот такое упражнение простое пальцами смотрите просто перебор пальцами во время пения это настолько механический что они делают и автоматом попадают в ноты перебор пальцев вот на этом принципе работали помните был бум пару лет назад спиннеров которые дети брали в руки и крутили вот это крутяшка если ребенок в руке держит что-то и крутит и крутит это помогает в его голове выстраиваться каким-то вещам он может взять руку массировать можно вот у него что-то не получается он напряжен помогите во время роста скажи сделай вот так и рассказывай он фоном делает так вначале смотрит на пальчики а теперь продолжай рассказывай и вот такую игрушку дадите в руку у него уходит нервное напряжение как это происходит но во первых расфокусировка внимания из рассказа нервные импульсы идут к рукам к окончаниям и важность момента отступает становится легче и он уже в состоянии вот этого эмоционального накала уже нет это одна из причин второе когда работают пальчики у нас работает полушария мозга и во время этих упражнений в голове выстраиваются новые синапсические связи как это происходит пока теоретически мы размышляем но это работает это действительно работает поэтому вот вы видели наверное когда человека задумчиво его что-то мучает он что делает ходит по комнате взад вперед когда ходит ноги ходит у него напряжение внутреннее выходит когда дети все время сидят особенно в начальной школе им очень сложно потому что тело не двигается они не ходят а внутри там кипит горит и они начинают поворачиваться туда-сюда возьмут книгу бросит на пол чтобы был причина хотя бы спуститься и поднять да потому что это действие тело хочет что-то делать мне все время ручки падают для чего потому что им нужно движение поэтому можно давать просто искать гимнастику чтобы они вставали и двигались приседали подтягивались и так далее то есть чтобы снять эмоциональное напряжение нужно позволить работать телу физическому телу рукам ногам туловищу и таким образом идет расфокусировка внимания следующий способ лечения эмаго терапия эмаго это образ вхождение в определенную роль например для робких детей мы можем предложить поиграть смелого супергероя какой он супергерой у него одежда как он ходит он входит в это состояние он чувствует ему нравится он и репетирует да эта игра там пять минут десять минут но постепенно несколько раз сыграв в эту игру он что делает может быть в начале крайность он может заиграться в эту игру спустя какое-то время идет накладка его робкости и смелости супергероя и мы получаем балансированное поведение или когда надо он включает вот это героя внутри себя для агрессивных детей очень полезные герои заботливые то есть вместо агрессии счастья пойду покажу и так далее он может заботиться о ком-то слабом или юморной почему-то потому что когда агрессия это проявление самозащиты да хочешь лучший способ защиты это атака тогда мы даем ему предлагаем сыграть юморного какого-нибудь героя который через юмор не агрессии говорят ты что делаешь так неправильно а он переводит это в шутку и через шутку человека указывает на его ошибки и неадекватное поведение и так далее то есть мы развиваем альтернативный сценарий поведения ребенка для стеснительных наверно можно сыграть артиста звезда сцены или лидера который которому нужно повести людей и он более неволе и становится как бы ответственным для других и становится в центре внимания это маленькие игры их можно время от времени давать детям но не заставлять если он не готов он не хочет мы можем дать для начала сыграть роль близкую с тем на который он готов и постепенно переходить на другой для показушных детей это может быть скромный герой я такой везде себя возможно в нем есть ген лидеры это особенная специфика не у каждого человека есть внутри чувство лидера тогда мы его делаем ответственным и поручаем вести за собой других он проявляет свою естественную природу и чувствует себя вполне нормально и обычно когда генетически прирожденный лидер ведет за собой то все за ним на цыпочки бегают дети эмоционально чувствуют такого и в эту игру включается включается в общую концепцию игры библиотерапия это знакомство с книгами где герои обладают нужными качествами психотерапевтических сказки у хухлаевых очень много сказок на разные темы абсолютно можете просто взять сборники почитать по имя на по темам и с помощью сказок стихотворений проговорить проработать с детьми обсудить сказках самое важное то как мы обсуждаем мы задаем вопросы дети сами думают что хорошо или плохо хухлаевы можно еще раз автора спрашивают и почему я не написал в презентации потому что сейчас если вы в интернете забьете терапевтические сказки то с каждым днем книг появляется все больше и больше у клайва это нами наиболее старые известные уже специалисты корифеи но есть очень много современных и новых которые мы можем использовать и это стихи например для школьников я бы рекомендовала стихи радиарда киблинга там про дружбу про человечность про что-то у маршака есть хорошие стихи у разных авторов вы сами можете написать какие-то стихи в которых показываете характер тот который желательно чтобы у ребенка был да мы свет я смелые красивые иду куда-то уверенные добрые доброта типа аффирмации в стихотворном виде их можно сочинить по факту то есть это не обязательно взять какое-то известное произведение можно инсценировать например те же вредные советы остера почему можно сделать и посмотреть что же из этого получилось спросить а как вы думаете так можно так нельзя почему так нельзя почему так можно что чувствуют другие люди при этом а как бы ты чувствовал если с тобой таким образом вы поступили другие чтобы ты сделал и вот когда идет такой анализ это очень полезно приводит к осознанности детей и в детском саду и в начальной школе даю взрослых людей тоже как возникает эмоции во первых происходит некая внешняя ситуация и дальше мы его каким-то образом интерпретируем и из интерпретации идет реакция реакция наше действие внешняя ситуация какая она может быть кто-то прошел мимо толкнул интерпретация случайно толкнул нарочно толкнул больно сделал а так ну что вы прикрыли пригласите в игру чтобы я за ним побегу то есть интерпретация бывает совершенно разное если случайно толкнул тогда что мы делаем что человек делает если он интерпретирует то же самое толкание как случайность ой да ладно ничего такого он продолжает свое дело ему это не касается проходит мимо никакой реакции если нарочно толкнул чтобы сделать мне больно потому что он всегда он такой плохой или меня все обижают и он тоже тогда человек начинает чувствовать вину начинает реветь если просто он ко мне плохо агрессировать зависимости от количества внутренней энергии или запретов не запретов родителей и дальше реакция следует реакции и если ребенок в игровом состоянии ах ты играть хочешь ну ладно ах ты меня я сейчас как за тобой побегу и они идут бегают идет простая игра то есть все зависит от интерпретации очень хороший мультфильм вышел у пиксара головоломка ситуация рекомендую дети их не поймут детям разве только после 11 12 лет маленькие дети этому фильм не понимает но это прекрасное учебное пособие для взрослых рекомендую посмотреть что за история мама папа ребенок и вот здесь за пультом стоят вот эти фигуры это чувство эмоции которые внутри в голове ребенка родители переезжают другой город и там совершенно меняется обстановка вот смотрите на левом нижнем рисунке видите эти круглые шарики это что означает это каждое событие жизни ребенка создает некую капсулируется в виде памяти где есть ситуация сюжет эмоции связаны с ним и цвет определяет эмоцию там радость зеленые синие это грусть желтые вот у каждого цвета своя какая-то желтая радость любознательность это неприязнь вот это все разные эмоции и когда ребенок смотрит на что-то его голове просыпается вот эти эмоции дальше слева на верхнем большом экране вы видите там острова остров семьи там мама папа она и они у них связь это определенного цвета тепло но получается что во время стресса у ребенка разрушается связь семьей и вот это просто чернеет и уходит в пропасть в мультфильме это настолько интересно показывается и каким образом вырубается связь и человек не может вспомнить те хорошие моменты которые у него в жизни были рекомендую еще разочек посмотрите вы лучше поймете многие вещи со старшими детьми если у вас есть дети там 11 12 лет можете вместе посмотреть но не моложе и так как возникает эмоции смотрите мы сказали что все зависит от интерпретации а почему ребенок интерпретирует ситуации именно так например вот то же самое его толкнули исходя из опыта вот если вася то власти всегда нарочно толкает если это маша то она играться хочет опыт фоновые эмоции если ребенку грустно то ему даже маша не нужно зачем мне играть не играться не хочу и он интерпретирует 1 тогда что ко мне пристают вот фоновая эмоция а если человеку радостно то даже если он ваня нарочно да ну так сейчас я тебе покажу кто кузькину мать да или кто тут сильнее он начинает бегать все зависит от фоновой эмоции следующее телесное состояние состояние здоровья давайте здесь как раз на слайде мы просмотрим телесное состояние это голод 40 коснул клонит ребенок уставший не уставший состояние здоровья если он здоров это влияет на интерпретацию если он болен тоже влияет на интерпретацию потому что меняется фоновые эмоции и мы видим что вот эти компоненты влияют на интерпретацию а можем ли мы каким-то образом повлиять на внешнюю ситуацию да конечно же во первых это безопасная среда накопление позитивных впечатлений и мы можем еще и повлиять на реакцию смотрите здесь стрелки показывают каким образом мы в нее влияем мы влиять на внешнюю реакцию не можем даже если можем это глупо это бессмысленно это когда мы говорим все заткнись прекрати не делай так мы заставляем ребенка или мальчики не плачут стыдно так делать хорошие девочки так не делают это то как поступали долгое время люди и что делает это приводит к заторможенности к тому что человек не может проявлять свои эмоции не может не понимать чего он по жизни хочет и приводит к жалкому несчастному существованию во взрослой жизни к нереализованности поэтому мы на реакцию воздействуем опосредованное через выстраивание внешней ситуации и через влияние на то как ребенок может интерпретировать эту ситуацию безопасная среда как мы можем влиять на это например была такая практика у моих знакомых когда мальчик сказал обидное слово девочки девочка обиделась что они сделали они всем классом начали говорить добрые слова обиженной девочки и в конце мальчик тоже который обижался обидел девочку он тоже сказал ей добрые слова смотрите его никто не заставил сказать извини тогда он сказал я не хотел тебя чтобы тебе было обидно мне нравится в тебе вот это это и все и закончилась обида закончилась исцеление обиды коллективным добрым словом если кто-то не уверен то может на сказать что у него хорошо получается вот это 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 сделать его хорошие напомнить ему его хорошие дела сильные стороны таким образом происходит позитивное программирование дети очень доверчивые для них то что сказали взрослые но и окружающие это много значит у них еще критического мышления как такового нет если мы ему говорим что он глупый он в этом верит если мы говорим что у него есть способности у него есть таланты он в это тоже верит что мы хотим сделать чтобы ребенка стал глупый ребенок стал глупым или наоборот умным и способным еще метод зеленой ручки вместо того чтобы обращать внимание на его недостатки мы указываем на то что у него хорошо получается и и вот такая такие банки красивенькие вы можете тоже использовать что там каким образом это делается накопление ресурсов можно взять банку ресурсов или банку радости и каждый раз когда происходит что-то хорошее мы записываем на бумажке или для детсадовских можно нарисовать символически они рисуют то что у них хорошо получилось то что принесло им радость вот так в трубочку завязали бантиком и в банку и в тот момент когда нам грустно говорим а давайте-ка пойдем посмотрим нам чего не хватает радости давайте посмотрим банки радости что есть мы достаем открываем смотрим читаем поскольку это факт действительный который был в жизни то детям легко перестроиться в это состояние и ощутить заново вот эту радость банка ресурсов это когда мы что-то смогли сделать это наши навыки это мама помогла там воспитательница помогла может в столовой вкусный торт сделали этот или какую-нибудь вкусняшку которая подняла настроение это весь то же ресурс до когда кто-то о вас заботится или посадили цветочек попили воды кто знает сделали зарядку и тогда смогли преодолеть вот что то такое получается накопление ресурсов и в нужный момент когда у нас нет сил а давайте пойдем и достанем из банки ресурсов что у нас на сегодня выйдет и как гадание все любят гадание взрослые дети вытаскиваете какой-нибудь вот такой свиток сверток и читаете а что там было смотрите рисунок а что там было и таким образом мы накапливаем что тут важно момент когда фиксируем вот когда на бумаге пишут мозг фиксирует что это важно он запоминает потому что второстепенные вещи мы быстро забываем а вот когда мы повторяем записываем еще и рисуем то мозг запоминает эти положительные моменты желательно как раз их и зафиксировать получается у нас безопасность среда и мы на первый пункт уже поработали как создать положительную интерпретацию фиксация положительного опыта вот позанимался у тебя получилось был настойчивым добился хорошо поел тоже получилось о благодарю вижу огонечки вам упражнение понравилось какое конкретно понравилось вот скажите кстати реагируете рассказываете какие упражнения может вы сами делаете вам нравится накопление нового опыта через истории сказки на банка радости здорово вот накопление нового опыта через истории и сказки каким образом мы читаем сказки обсуждаем и можно инсценировать их проиграть как раз войти в образ в эти образы посмотреть моделирование нового опыта через игры и творчество рисование иногда танцы какие-то вот отлично фоновая эмоция как можно менять фоновую эмоцию она состоит из многих частей и но самое главное это заразить положительным примером если вокруг тебя взрослые вот так они активны радуются они создают атмосферу вот возьмите 2 3 который с вами на одной быстро реагирует на вас эмпатичны поднимаете настроение и вдруг глядишь это зараза распространяется на всех остальных заражаете и заряжаете радостью своим положительным примером или хотя бы не унынем ну и что мы сейчас это так сделаем а ну-ка кто со мной у нас тут игрушки разбросаны ай-яй-яй-яй-яй кто смелый кто первые вот создаем такой соревновательный дух и начинаем менять фоновые эмоции интересное состояние утолить голод дать отдохнуть просто надо вот это сделать если ребенок голоден даже взрослый человек на голодный желудок как-то плохо соображает дать отдохнуть состояние здоровья лечим если нужно отправляем лечиться а также любовь безусловную вот это такой секретный секрет прямо но действующее когда вы внутренне посылаете человеку любовь даже внутренне не физически обнимаясь ребенка еще и обнять ему добрые слова приласкать ручонку то он сразу успокаивается то ему становится намного легче а если еще и сердце посылаете любовь и говорите давайте пожелаем ему здоровья чтобы все вместе пожелали и есть некая частоты которые влияют и меняется фоновое состояние у всей группы когда они дарят любовь или благодарность кому-то чему-то дака понравилось про коллективную работу да мы же в группе работаем и по сути состояние одного человека влияет на всех и когда вот кто-то плохо себя ведет смотрите в техниках монтесори было что когда ребенок плохо себя ведет него просто спокойно не ругает уводит за отдельный столик с ним садится воспитатель они просто вместе что-то делают тут присутствие взрослого никакого осуждения и он чуть и когда он успокаивается возвращается это минимальное действие а если мы понимаем что он плохо себя ведет потому что ему самому плохо давайте пожелаем ему хорошего и помнится в какое-то время в интернете шла картинка что в каком-то диком племени дикой называется племя но очень мудрая когда человеку было плохо он плохо себя вел все становились в круг и напоминали ему его хорошие дела то же самое мы можем напомнить детям ребенку что хорошего он делал что у него есть хорошие у него красивые глаза у него красивая кофта сандалии хорошие он сам хорошие да у него когда он пришел помог в столовой разложить тарелки до убрал за собой вилки поделился не знаю чем-то и вот каждый когда начинает говорить он внутри увеличивается внутренняя самость человека здесь не будет гордыни здесь просто утолиться голод признание голод признание человека и он успокоится это наполнение ресурсами и альтернативные сценарии реагирования то есть мы через сказка терапию рассматриваем а как по-другому можно реагировать проигрываем ситуации через метафорические карты и арт-терапию здесь инструменты разные но методика везде одна и та же смотрите на чем основанная моя интерпретация почему я считаю что он нарочно мне хотел причинить какое-то неприятие на чем основана почему и дальше спрашиваю это факт и интерпретации смотрите вот это факторе интерпретации не такими же словами мы будем с детьми говорить вот со старшими со школьниками можно говорить на языке факты интерпретации в детском садике а что он сделал мог ли другой человек с хорошим настроением делать то же самое с хорошим настроем намерением с хорошим намерением и мы получаем что такое же действие может быть случайным для того чтобы привлечь внимание потому что хочет поиграть потому что хочет обратить на себя внимание или хочет сделать больно и получается что включаем критическое мышление возможности что в этом есть хорошего для меня он меня тренирует чтобы я научился не обращать внимание на все это да не отвлекался чтобы я серьезно занимался всем этим чему можно научиться в этой ситуации как можно например а другой человек чему бы научился вот если бы эта история произошла с незнайкой и страны чудес теми другими сказочными героями с которыми дети знакомы они смотрят эти мультики и сказки читают почему я чувствую эту эмоцию потом почему именно сейчас я это чувствую это уже самоанализ и можно ли в такой ситуации переживать другие эмоции делать другие действия вот когда мы начинаем смотреть а как бы поступил этот как бы другой как бы третий то это действительно очень хороший инструмент спасибо за информацию воспитатель для себя тоже полезно про альтернативную интерпретацию да друзья мои альтернативная интерпретация это вообще очень хорошая вещь в любом возрасте и во взрослом и в детском но когда мы учим этому детей а сейчас вот эти современные мультики очень много мультиков про эмоциональный интеллект в которых показывают что да может быть другая интерпретации по сути современные дети в этом плане может быть личного опыта не хватает на знание про эмоции намного больше чем у нас в их возрасте даже в этом возрасте тоже может быть поэтому вот так и смотрите что в итоге получилось как мода мы проработали все это то внешней ситуации мы сделали ее более безопасной по нашей возможности по мере возможностей и показали что интерпретация может быть совершенно разная и когда человек высоком хорошем настроении у него интерпретация вполне себе такая адекватная и реакция он может показать по-другому какая альтернативная реакция он решил мне навредить сделать неприятное я что должна ему опять бить я говорю ты знаешь так не надо мне не нравится то что ты делаешь иногда этого достаточно когда просто ртом словами обычным языком говорят что мне это не нравится и напоминаем что мы сегодня получили вот два таких мощных инструмента каждый инструмент состоит из нескольких частей вот положительное эмоциональное реагирование и трехшаговые с классической советской психиатрии детской медитация расслабление плюс внушение дыхание дыхательная практика квадратное дыхание и аффирмации используя эти по сути простые инструменты варьируют между собой мы можем очень сильно помочь детям используйте время сна для медитации будет потрясающе ну что ж на этом я завершаю если у вас нет вопросов и вам большое спасибо за обратную связь это конечно очень тепло очень приятно так ну что ж на этом дорогие друзья мои время у нас и стекло я благодарю вас спасибо ну что ж пригласим татьяну викторовну она расскажет как можно приобрести сертификаты как быть когда есть стремление медикаментозно решать вопрос смотрите это степень серьезности это решает доктор если доктор решает что так надо может быть какое то время и надо спасибо за систематизированная информацию да спасибо благодарю вас дорогие коллеги желаю вам удачи удачи и успехов